Заклейте этой бумагой, как следует. Вход в теплоузел опломбирован. Опечатываются и входы в подвал, на чердак, во все нежилые помещения дома номер 67 по улице Рос. Подобное происходит сейчас во всех районах Сочи. В антитеррористические рейды отправляются представители домовых комитетов, ТОСов, участковые и казаки. В районных казачьих организациях города были созданы мобильные группы по проверке возможности проникновения в подвалы, в чердачные помещения, по выявлению брошенного транспорта. С тем, что эти меры нужны и важны, как говорят домкомы и представители ТОСов, согласны практически все сочинцы. Такие рейды очень даже полезны, потому что мы не раз обращались, особенно летом было, когда отдыхающих много. Во имя спасения и безопасности, и спокойного сна жителей города Сочи и наших гостей, проводится эта работа. С начала декабря обследовано более 10 тысяч объектов. Это и многоквартирные, и частные дома, садовые товарищества и гаражные кооперативы. Во время рейда в комиссии заходят и в жилые, и в нежилые помещения. Проверяют и так называемые нехорошие квартиры, жители которых, как правило, приезжие, вызывают подозрения у домкомов и соседей. И именно благодаря таким рейдам полиция обнаружила двоих преступников, находившихся в федеральном розыске. Рейды должны быть более тщательными, настаивает глава Сочи Анатолий Пахомов. Нужно обойти каждую квартиру, каждый частный дом, проверить каждую брошенную машину, чтобы исключить даже малейшую возможность трагедии. Это особый контроль. Вот 1267, а надо 3000. И надо, чтобы эти 3000 были. И надо постоянно заниматься тем, а кто эти 3000, кто у них домкомы, кто председатель и ТОС. И вызывать, спрашивать, почему вы до сих пор это не сделали. И я очень требую, чтобы особый контроль был налажен. В полиции уверены, антитеррористические рейды делают сочинцев более внимательными к происходящему вокруг, как в городской, так и в сельской части курорта. Хочется отметить активизацию работы населения в этом направлении. Получено уже более 200 информаций на телефон доверия на наш, где люди говорят, и более того, даже было раскрыто убийство в Дагомысте. Опять же, только обидительный горожанин, жители мест, сельские, который направил нас на нормальный путь, и преступник был задержан. Именно в участковые пункты полиции поступают акты, заполненные во время рейдов. За время проверок их составлено более 4000. Итоги антитеррористических рейдов подведут 24 декабря. Кстати, безопасность города стала и главным условием проведения новогодних праздников, во время которых в Сочи запланировано около 700 мероприятий. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.